Два слова хочу сказать по поводу того, как надо работать в интернете. Свою личную, персональную точку зрения высказываю. Есть как бы две основных подхода, две тенденции, два взгляда, две группы людей, которые ведут сетевой маркетинг, бизнес сетевой в интернете, и самый главный, самый коренной вопрос – канал получения новых клиентов и дистрибьюторов. Самый главный, самый основной момент – где брать людей? И тут два подхода образуются. Первая категория дистрибьюторов ищет свою удачу, делая рекламу, работая массированно, понимая, что в интернете миллиард с лишним людей, что огромное количество людей ищет заработок, хотят преуспеть, хотят добиться богатства, благополучия и ищут возможности, чтобы все соответствует действительности. И здесь возникает, конечно, такая мысль, что надо обращаться сразу к большому количеству людей, и уж какая-то группа, какая-то часть из них, конечно же, включится в бизнес. Реклама, рекламные тексты, обращение к незнакомым, целевая аудитория, так называемая, раскрутка своих ресурсов, доски объявлений, всякие разные ссылки, ну, короче говоря, спам заниматься нельзя. Ну, все, что можно, натыкать, набросать, нашвырять, натолкать, распространить свою рекламу. Какую рекламу? Разнообразные рекламные тексты. Интернет готов отдать свои деньги, интернет готов, значит, сегодня выдать на гора свои богатства. Вы можете разбогатеть. Как я разбогател? Как люди богатеют? Каким образом за час работы я зарабатываю миллион? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вариаций огромное количество. Но, к сожалению, это все уже настолько пригляделось, присмотрелось, приелось, надоело, что это просто не работает. И вообще, в принципе, вот моя точка зрения такая, она не опирается на мнение ведущих специалистов в области маркетинга, в интернете в частности. Рекламная индустрия, которая меняла мир, которая влияла на мир, которая имела власть над огромным количеством людей, сегодня потеряла свой потенциал, и уже люди не ведутся. Люди, наоборот, защищаются от рекламы. Они выработали у себя иммунитет, понимая, что реклама в основном вред. Никогда, никто, не верю ни за что, не согласуюсь, что в интернете можно построить свой бизнес, вовлекая в дело через рекламу, даже имея какую-то систему, вовлекая в нее людей таким образом. Не сработает. Нет. Человек остается человеком, должен быть живой, человеческий контакт, общение. Можно в интернете знакомиться, и можно знакомиться с живыми людьми, можно развивать отношения с теми, с кем ты уже знаком и дружен. Но нужно помнить, что человек остается человеком. Человек не болт, не гайка, не винт, не станок, не бутылка, не на конвейере человек. Человек есть человек. И к нему надо относиться по-человечески. Надо его выслушать, надо с ним подружиться, надо вызвать у него доверие и, между прочим, предложить ему бизнес. Тогда это сработает 100%. Надо показать ему результаты, надо действовать умно, надо заботиться больше об уровне доверительности отношений, чем о количестве людей, на которых ты вывалил свою информацию. Глупцы думают, что можно одним ударом всех победить. Только глупцы. А гораздо проще делать так. Вот у нас есть система. В эту систему нужно просто завести людей, а дальше она уже сама. Дальше она уже сама работает. Дальше она уже сама. Презентация, тест-драйв, трехдневный такой семинар, трехкурс-экспресс-курс. Общение с человеком в кулуарах. И все, и достаточно. И человек принимает решение. Но вся задача завести на этот сайт, на дубликом. И вот как это сделать? Некоторые, как я сказал, делают рекламу и пытаются туда завести. А правильно будет делать? Просто общаться с людьми. Просто разговаривать, просто дружить, просто сдруживаться, просто делиться своими радостями, выслушивать человека. Ведь большинство, больше половины, на кого мы хотим сделать ставку, как на потенциальных клиентов или дистрибьюторов, нас рассматривают в таком же качестве. Мы общаемся, и кто кого победит. Ну, это могут быть два дурака, когда один, не слушая другого, ждет, когда он заткнется, чтобы высказать свое предложение. И другой дурачок тоже не слушает то, что он говорит свое. Он говорит, да у тебя ерунда, а ты ему в ответ говоришь, да ты сам дурак. Поговорили, разошлись. А гораздо будет правильнее, если вы будете умнее. Он будет вам говорить, а вы будете ему говорить, да что ты, да не может быть, как интересно, надо же. А как бы мне поподробнее об этом узнать? И пусть человек покажет вам, как он работает. И пусть человек покажет свою систему. И пусть он получит удовлетворение от того, что нашел благодарного слушателя. Вы скажите, что вы подумаете. И вернитесь к этому еще раз. Не надо его водить за нос, я не к тому, создавать иллюзию у него, что вы хотите подписаться. Но вы просто общаетесь с ним. Потом спрашиваете, а сколько у тебя, какие твои успехи, какие результаты, а есть ли кто-то, кто заработал много денег, а что хорошего в твоем бизнесе и так далее, и так далее. Вот именно так я подписал несколько человек. Они хотели подписать меня, я их долго слушал, а потом они сами захотели подписаться. Потому что в ходе общения выяснилось, что они сами давно не имеют никакого удовлетворения от этого бизнеса, что они уже устали, что они просто по инерции тупо делают эту работу, что эта метода не работает. И когда они услышали во мне, увидели во мне благодарного слушателя, то они сказали, я тоже так хочу, как вы. Вот и все, вот и вся фишка. Если вы каждый день будете разговаривать с 10 по 10 минут, и это будет не первый контакт с ними, то пусть 2 зайдет в систему на конференции, пройдут дальше по информационному потоку. И это будет 30 дней по 2 человека, 60 человек. Если каждый из 10-й включится в бизнес, то вы подписали как минимум 5 человек. 5 человек – это самый лучший результат, какой только может быть для среднего дистрибьютора в компании «Дубль». 5 человек – сверх всяких выплат марки «Дубль» – 800 долларов. 5, в следующем месяце 5, и эти также, и вы через год вице-президент. Вот и все. Вот так вот делается бизнес. Кто не согласен, пишите письма. Желаю удачи. Поговорим еще раз. Чуть позже об этом. Продолжение следует...